Послание Ефесянам, апостолам Павла, 2 глава, текст 14. 2 глава, послание апостолам Павла к Ефесянам, текст 14. Ибо Он есть мир наш. Аминь. Занимайте ваши места, друзья. Несколько мыслей, и мы будем молиться Господу. Наверняка здесь есть люди еще, которые пережили однажды ужас войны. Это наши старцы, которые еще живы до сих пор. Но это не обязательно в прошлом. Сегодня есть люди, которые переживают ужас войны. И тот, кто знает, что такое война, он понимает, насколько это страшно и ужасно. И когда она заканчивается, радостью наполняется сердце всех тех, кто был вовлечен в это противостояние. Я бы сказал, что война, это в современном понятии, это вооруженное противостояние сторон. Это открытая вражда. Это желание зла друг к другу. Это нежелание простить. Неспособность любить. И оно приводит к убийству. Оно приводит к разрушению. Это отсутствие мира. И даже если иногда бывает перемирие, говорят люди, или затишье, то кто-то сказал о том, что война никогда не прекращалась. А вот это время, которое люди называли передышкой или перемирием, это было просто перерыв к подготовке к новой войне. Вот так живет этот мир. Братья и сестры, иногда для того, чтобы урегулировать какие-то ситуации, там, где люди не могут справиться сами, верховная какая-то власть берет на себя право выступать в роли миротворца. И куда-то в самые горячие точки направляются так называемые миротворческие батальоны, для того, чтобы регулировать это состояние мира между враждующими сторонами. Их называют посредники. Но все это очень временно и шатко. Очень временно и шатко. Все это ненадежно. Почему? Потому что гарантом этого мира выступают люди, а не Бог. Нужны всегда гарантии. Их нет. А если есть, то они очень шатки. У людей этих гарантий нет. И мы прочитали с вами этот текст, который говорит о том, что Иисус Христос является нашим миром. Братья и сестры, почему? Что вынудило? Что вынудило Бога идти на этот шаг? Вынудило грех, непослушание людей. Что привело их в состояние вражды. Человека с Богом. К потере мира. Поэтому сегодня человеку, не Богу. Человеку очень нужен мир, прежде всего в его сердце. Бог никогда не объявлял войну человеку. Бог всегда протягивает человеку руку помощи, спасения, руку мира. Бог это делает. И человеку нужно внутреннее спокойствие получить. Получить этот внутренний мир, прежде всего со своим Создателем. Потому что вследствие грехопадения человек оказался в состоянии войны со своим Творцом, с Богом. Знаете, жизнь в состоянии войны, она выматывает людей. Она выматывает все стороны. Это мука. Человек истощается морально, духовно, физически, материально. И человек приходит в безысходное, разрушенное состояние. Туда приходят страны, державы, народы. И туда приходит и человеческое сердце, которое живет в состоянии войны. Потому что, чтобы этого избежать в жизни, чтобы не произошло чего-то большего, Христос говорит на горной проповеди, когда у тебя есть проблема, когда у тебя есть война с кем-то, попробуй решить это. Попробуй помириться с твоим соперником, пока ты на пути еще. Потому что, если ты этого не сделаешь, то закончится плохо. Он отдаст тебе истязателю. Истязатель вернет тебя в темницу. Закончится плохо. Постарайся наладить. Постарайся вернуться в это положение мира. Братья и сестры, Бог обещал помочь человеку. В это состояние мира с Богом, Бог обещал помочь человеку. Это было очень давно. Книга Бытие, 49 глава. Книга Бытие, 49 глава. Посмотрите, что Господь обещал еще в начале зарадыша, когда еще много лет было впереди до Христа. В 49 главе, 10 текст. Не отойдет скипетр от Иуды. И законодатель отчрецил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Нужен был некто, который бы в состоянии был стать между Богом и людьми. Нужен был некто, кого Писание называет этим словом. Примиритель. Это одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. Более того, когда мы читаем книгу пророка Исаии, о нем сказано, что он не является князем мира. Он является тем источником мира. Братья и сестры, в чем его суть? В чем суть этого примирителя? В чем его суть, его роль будет заключаться? Апостол Павел говорил об этом. Помните? Апостол Павел говорил об этом. В первом послании Тимофея, 2 глава. Апостол Павел говорил, 2 глава, 5 текст. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус». Он стал между. Он стал этим посредником между Богом и мной. Он сказал, что я решу эту проблему, потому что я стану твоим миром. Это не означает, что мы подпишем какую-то мировую бумагу, соглашение какое-то. Я стану жизнью твоей, твоим миром стану. И можно туда в это слово поставить любое. Он есть твой мир, он есть мой мир, он есть его мир, он есть ее мир, он есть их мир, или он есть наш мир, как мы прочитали в этом тексте Писания. Все это будет очень правильно, потому что в сути это так является, что Иисус является носителем мира, которого Он принес с неба, протягивая эту руку помощи. Вот почему апостол Павел, когда писал послание Коринфянам, он говорит, что мы посланники от имени Христова. Мы сегодня умоляем, упрашиваем всех людей. Люди, вам нужен мир. Как никогда вам нужен мир. Почему? Потому что смерть смотрит в глаза. Вечность ожидает. И без мира с Богом в душе уйти туда. Это смерти и погибели вечной подобно. Ад ожидает таких людей. Потому мы посланники от имени Христова. Павел говорит, просим, умоляем вас, примиритесь, примиритесь с Богом. Братья и сестры, очень многие послания, как и то послание, которое мы читали, послание Ефесянам, они начинаются следующими словами. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Интересно, почему Павел не нашел других слов? Почему он не сказал счастья, здоровья вам, успеха вам, благословений вам и так далее? Почему Павел употребляет эти фразы? Дух Святой всегда говорит очень важные вещи. Очень ценные и необходимые вещи для любого человека. Благодать, которая через Иисуса Христа произошла. И мир, которым он является, то, что необходимо людям в этой жизни. Дорогая церковь, я сказал о том, что мир не нужен Богу. Бог не живет в состоянии войны с человеком. И даже то, что война произошла на небе, инициатором этой войны не был Бог. И никогда не будет. Всегда инициатором войны выступает человек. Выступает дьявол, который подстрекает его на такую жизнь. Прежде всего, мы должны этого состояния хотеть. Мы должны мира этого искать. И когда мы читаем послание, то, которое написал нам Давид в одном из своих псалмов. Помните этот известный текст, 33-й псалом? Он говорит следующие слова. 15-й текст, 33-го псалма. Ищи мира и следуй за ним. Оказывается, мир просто не придет. Его нужно искать. И чтобы его искать, его нужно внутренне хотеть. Если этого желания нет, жить в мире с Богом и людьми, никогда не будет этого состояния. Никогда ты не начнешь искать этого мира, если ты его не будешь хотеть. Братья и сестры, чтобы его хотеть, нужно понимать важность этого состояния. Оно нужно мне. Оно нужно тебе. Оно нужно любому живущему человеку. Природа внутренняя, она просит покоя, просит успокоения, которое дает только Бог. Мы прочитали с вами, что Он является нашим миром. Человек, который ищет мира с Богом. Человек, который ищет мира друг с другом. И когда он его получает, теперь у него следующая задача стоит. Получить недостаточно. Иметь недостаточно. Нужно теперь этот мир хранить. Вот это наша обязанность, которую Бог уложит на каждого. Для того, чтобы, получив мир от Бога, его иметь, продолжение жизни до конца своих дней, этот мир нужно хранить. Другими словами, удаляйся от зла. Не делай то, что противно Богу. Не греши. То, что разделяет человека с Богом. То, что привело человека в состояние войны. Вражда против Бога. В чем она заключается? И Писание говорит, что человек может враждовать с Богом. Если ты хочешь быть другом миру этому, ты сразу автоматически попадаешь во враги к Богу. Потому что дружба с этим миром есть вражда против Бога. Это отсутствие мира. Другими словами, Павел в послании римлянам говорит, что помышления плотские. Они тоже являются враждой против Бога. То, что противно, противоестественно Богу. Поэтому мы так нуждаемся в этом мире от Господа. Каждый человек, живущий на земле. Другими словами, я хочу сказать, что мы не просто должны искать. Мы не просто должны хранить этот мир в своем сердце. Мы должны никогда не провоцировать вражды. Не выступать источником вражды. Вот даже тогда, когда избирается человек на служение. Одно из качеств служителя написано так, что он должен быть миролюбив. То есть, это человек не конфликта. Человек, который любит мир. Любит становиться посредником или носителем мира. Он должен любить это состояние. Прежде всего, в своем сердце и желать его другим. Поэтому мы сказали, друзья, что Иисус Христос есть гарантия нашего примирения. Почему? Потому что в этом тексте, который мы прочитали, сказано, что он сам является нашим миром. Скажу о том, друзья, что не секрет, что есть два царства, в котором живут люди. Два царства, в котором живут люди. Одно царство – это царство вражды. А другое царство – это царство мира. Можно задать себе вопрос. В каком царстве ты живешь? Какое тебе царство ближе? Иногда есть люди, которым, ну, просто нравится война. Но человек верующий, человек верующий, он говорит, а войны не будет. Даже если ты этого сильно хочешь, с моей стороны войны не будет. Почему? Потому что я человек, несущий мир. Я человек, не несущий вражды. Если ты хочешь воевать, воюй. Но я не буду воевать. Вражды, войны, конфликта не будет. Мы сейчас скажем, друзья, что есть несколько причин, когда мы смотрим на то, что, почему люди живут очень часто в состоянии вражды, что им мешает жить в состоянии мира. Ну, я думаю себе, законы, по которым живет это царство вражды. Ну, например, Писание говорит нам о том, что вот есть сварливая жена. Сварливая жена, да? Сказано так, вот книга притчи. Книга притчи, 25 глава. Посмотрите, 24 текст. 25-24. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Писание говорит о лучших путях для нас. Почему жена сварливая? Ну, есть много причин. Что-то ей не нравится. Она постоянно бурчит, она постоянно ворчит, она постоянно чем-то недовольна. И отношения теряются. Отношения охладевают где-то. Отношения, друзья, приходят вот в такое, знаете, мерзкое ледовое состояние. Очень часто. А потом оно перерастет в состояние вражды, ненависти. И так распадаются семьи. Не лучше ли жить в мире? И может быть, ты живешь в небольшом доме. Но ты живешь в мире. В маленьком. Но там уют. Там покой. Там мир. Там нет вражды. Там нет причин войны. Что об этом говорит нам Божье Слово, братья и сестры? Что об этом говорит нам Божье Слово? Посмотрите. 17-й текст этой книги. Лучший кусок сухого хлеба. Не так ли? И с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Иногда люди настолько мелочные, дотошные, что цепляются за любую мелочь к тебе. За пуговичку, за ниточку, за складочку, за морщинку, за что бы угодно найти, как бы докопаться к тебе. Как бы приклеиться к тебе. Как бы начать найти предлог войны. Человек от Бога. Он никогда не будет воевать. Он никогда не будет вести войну. Он будет искать мира. Он будет искать состояние примирения. Человек, который от Бога. Потому что он живет по законам царства не вражды, а по законам Божьим. Братья и сестры, что говорит нам об этом Писании? Если ты хочешь быть наречен Сыном Божиим, Божьим Детем, блаженны кто? Миротворцы. Потому что они будут наречены Сынами Божьими. И Иисус Христос является миротворцем. Он является нашим миром. Жизнью мира нашего. Нашего внутреннего состояния. И Писание говорит о том, что честь для человека, честь для человека отстать. От чего? От ссоры. Другими словами, зарубить на корню. Не дать разгореться этому пламени. Не дать этому костру разойтись в большой пожар, чтобы он уничтожил жизнь, сердце, отношения. Не дать. Заруби его на корне. Обруби все нити, которые будут распалять это состояние ссоры или вражды. Честь для человека. Отстать от ссоры. Писание говорит нам о том, что не ссорься с человеком без причины. Если что, он не сделал тебе зла. Не нужно это делать. Однажды, военачальник сирийский Нейман пришел к царю израильскому с письмом от своего шефа, босса. От своего царя. Что царь сделал? Он встал и разодрал одежды свои и говорит, смотрите, этот человек ищет чего? Ищет предлога, чтобы враждовать со мной. Друзья, некоторые люди, они ищут предлога, чтобы постоянно находиться в состоянии войны или вражды. И очень часто мы слышим здесь, в этом месте, что в вечере Господне имеют право участвовать люди, которые находятся в мире с Богом. Друзья, это очень правильно. Это очень правильно. Но есть и вторая сторона. Человек находится во вражде с Богом и может через Иисуса Христа получить мир, прощение от Бога и получить жизнь от Бога. Но есть другая сторона. Мы живем в человеческой семье, где встречаются недопонимания, где встречаются конфликты, которые приводят людей в состояние вражды. И в этом состоянии мы собираемся некоторые вместе и идем, вспоминаем вечерю Господню. И мы делаем вид, что все хорошо. Мы делаем вид, что мы одна семья, что у нас все так прекрасно, что мы все друг друга любим, но вместе с тем терпеть вот этого не могу. А с этой уже 10 лет в состоянии вражды, с этим родным братом не разговариваю 8 лет, с этим уже братом просто сердце не выдерживает. И мы делаем вид, что хорошо, а мира нет. Состояние вражды где-то внутреннее присутствует вот эта война. Что Писание говорит нам? Не ищи предлога для того, чтобы воевать. Не ссорься с человеком для того, чтобы, когда он не сделал зла тебе, не воюй. Помните характеристику людей последнего времени? Люди будут какие, друзья? Непримирительны. Поставьте этот тест для себя. Я для себя, вы для себя. Являемся ли мы людьми, которые, даже когда у нас просят прощения, не прощают? Являемся ли мы людьми, которые не несут с собой мир? Вот почему Иисус, входя в дом к ученикам, которые собрались после Его воскресения, Он не сказал, здравствуйте, ребята. Он им сказал, мир вам. Что-то ценное было в этих словах. Что-то очень необходимое было в этих словах. Для того, чтобы поставить все на место. Иисус научил нас, входя в дом. Приветствуйте живущих в этом доме, какими словами? Мир, дом усиму. И если там будет человек мира, то ваш мир останется там, почьет в этом доме. Но очень важно, чтобы ты, входя в этот дом, был носителем этого Божьего мира. Но ни войны, ни вражды и ни конфликта. Мира нет, знаете, кому? Говорит Писание, что мира нет, братья и сестры, нечестивым. Поэтому Голгофа – это то место примирения, прежде всего, людей с Богом. Голгофа – это место, братья, примирения людей друг с другом. И условия есть, когда Бог мира будет с нами. Есть это условия. Второе послание Коринфянам, я читаю еще один текст, и мы сейчас будем молиться. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Посмотрите, 11 текст, как заканчивает. Апостол Павел – это письмо к этой церкви. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны и мирны. И Бог любви и мира, послушайте, Бог любви и мира, Он будет с вами. Мы хотим, чтобы с нами всегда был Господь. Мы хотим ходить в Божьем присутствии всегда. Мы хотим быть всегда, ощущать вот это Божье присутствие Его мира в нашем сердце. Что нужно нам с нашей стороны? Будьте радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны и будьте мирны. Братья и сестры, Он есть мир наш. И вот это царство мира, куда приходит Христос, туда приходит Его божественный святой мир. Я сказал о том, что Голгофа, друзья, это тест для нас сегодня на наличие вражды или мира в нашем сердце. Голгофа – это место, где можно обрести этот мир. И последнее – это то, что не только Голгофа, друзья, но Иисус Христос сказал, что когда вы стоите на молитве, когда вы стоите на молитве, вот тогда, вот тогда прощайте друг друга. Дорогой мой брат и сестра, вот сейчас, когда ты будешь протягивать в свою руку кусочку хлеба, это просто Божий экзамен сейчас для того, чтобы проверить свое сердце на наличие мира или вражды в нем. Если есть вражда к твоему брату, это говорит об отсутствии любви. Это говорит о том, что Голгофа не имеет никакой ценности для меня или для тебя. Мир, который несет Христос – это превыше всего. За это нужно все отдать, потому что этот мир, того мира, который Бог дает, не даст. Он есть наш мир. Если ты жив Богом и живешь Христом, ты будешь носителем мира Божьего, потому что Иисус Христос является твоей жизнью. Мы помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok